Сегодня, ребят, мы будем с вами знакомиться. Обещанная моя тема, мною тема, как много запустить вебизит на слабом компьютере. Компьютер у меня слабый. 4 гига оперативки, как у всех, бюджетный вариант. 64 операционных систем, по-моему, 8 ядер. А вот у меня 3 будут запущены, 4, 5. Но, ребят, данный вид способа, конечно, им можно, он практически не ест оперативную память, но он сильно грузит на операционную систему, то есть на процессор ваш, на процессор. Поэтому, друзья, вы, еще раз вам советую поставить, все-таки, есть на Амазоне, есть возможность открыть дедик, взять дедик, это выделенный сервер бесплатный на 12 месяцев, который прекрасно ведет себя с вебизитой, и автосерфинг он дает прекрасную вам возможность крутить автосерфинг, и вебизит, и редсерф, и все вот эти автосерфинги, через которые можно набирать кредиты, зарабатывать на этом, пускать на какие-то свои кредиты. Возьмите себе на Амазон на целый год, и он прекрасно потом вы за эти 12 месяцев купите. Начинайте тестить 20 вебизит, туда поставили 30, 40, 50, как там, что, настроили все, и так далее. Но сегодня, смотрите, в чем дело, ребята, загвоздка в том, что, так как у нас бюджетный вариант, то есть у нас нет возможности, не у всех есть возможность покупать прокси, прокси. Прежде чем запустить много вебизит, каждый вебизит, это отдельный браузер, браузер, в котором есть компьютер, то есть и по адрес. И нам нужны эти прокси. Платно прокси взять, не у всех есть возможность. Искать прокси тоже можно, вот так набирается здесь, в этом самом, бесплатно прокси найти. Потом каждый прокси вставлять, и чекать, рабочий этот прокси, не рабочий, но на это очень уходит много времени. И, ребята, специально ища для вас, где-то несколько дней подряд, специально ища для вас какую-то программу, такую, которая может искать прокси, и помимо этого параллельно сразу их чекать на работоспособность. Нашлась такая хорошая программа, которая вам очень пригодится, ребята, особенно на первых порах. Потом, я верю, что вы сможете покупать себе эти прокси, чтобы потом просто не мучиться, когда вы начнете уверенно зарабатывать. Эта программа называется прокси мультиплей. прокси мультипульте. Сейчас я вам покажу. Я, естественно, вам скину все ссылочки на эту программу. Вы, прежде чем все начинать, запускайте прокси мультиплей, и он начнет вам искать. Он ищет эти прокси, и тут же их чекает на работоспособность. Смотрите, сколько он нашел, и сколько есть рабочих прокси. Вот, видите, он уже нашел. Нажимаете get прокси, искать прокси. И вот здесь он будет выдавать в этом окошке рабочие прокси, вот здесь. И вот здесь очень такие хорошие прокси, особенно, которые в дефиците сокс 4, 5 и так далее. Вебизиты очень любят. Ну, мы будем и таким пользоваться. Я думаю, это тоже пойдет. Сейчас, через какое-то время, он найдет нам прокси. Я хочу в конечном итоге выйти на пассивный вид заработка, когда ты практически, тебе не надо жить в интернете, ты один раз настраиваешь все, все настраиваешь, и идешь себе жить своей активной жизнью, дыша свежим воздухом и так далее. Вот. Ну что ж, ребят, эта программа у меня нашлась. Нам нужно будет скачать прокси кап. Когда вы ее скачаете, вам надо будет перезагрузить компьютер. Вам нужно будет сказать, скачать песочный санбокс. Санбокс, она, в принципе, есть. Можете не скачивать, если у вас 10 или 8 версия, вы заходите в мой компьютер, в панель управления, удалите программу. И там внизу будет удаление и добавление компонентов Windows. Там найдете санбокс песочницы. Нажимаете галочку на него и нажимаете ОК. Она вам дала этот санбокс. Она, в принципе, встроена будет. Если у вас 7 версия, как у меня, сейчас вам придется скачать эту программу, в принципе, и настраивать ее. Что такое песочница, вы тоже найдете в интернете. Я вам коротко скажу, что это такая песочница. Это как бы он создает такую видимость компьютера, где можно прочекать все вот эти виды программ. Когда-то на сайт зайти, вдруг там будут вирусы. Дело в том, что песочницу вы можете открыть, а на компьютер дальше не пойдет. Так. Для вебизида нужен NetFrame Award 3.5. Это вы уже потом разберетесь, ладно, когда будете читать про вебизида все. Создаем песочницу. Столько, сколько копий вебизида вы хотите запустить. Это вы заходите в эту песочницу, вот она у меня здесь запущена. И для примера у меня 3. 3 уже здесь есть, да? 3. Ну, давайте я вам создам с вами 4. Создать новую песочницу. Так. Назову 4. Здесь ничего больше не трогаем. Нажимаем ОК. Так. Дальше у нас по программе что? Создаем папки с вебизидой. Когда вы скачаете вебизиду, она у вас здесь не появится на рабочем столе. Вот видите, у нас 106, уже рабочих прокси есть. Вот. Она не появится здесь на рабочем столе. Вам нужно будет, когда вы установите это, я сейчас уже значок, ярлычок ставлю здесь. Нажимаете все программы, находите вебизида. Вот она вебизида. Правая кнопка и отправить ярлык на рабочий стол. Вот. Отправляете. Он создает ярлык. Дальше вы, чтобы создать копии, находите расположение файла. Расположение файла нашли, вам нужно содержание вот этого всего. Копировать. Нажимаем копировая кнопочка, выделить, копировать. Копировать. Создаем папку. Не обязательно вам на рабочем столе. Я создам на рабочем столе, так, у меня места достаточно. Так. Я нажму 4, назову 4V, извините за ошибочки, пожалуйста, заранее. 4V, чтобы мне не путаться. Так. 4-я вебизида. Китерл В вставляю. Вот у меня 4-я вебизида качается сюда. Так. Теперь. Теперь. Смотрите. Что у нас дальше. Папки с вебизидой. Вот это я лишнее удалю. Создали. Смотрите. Создали папки с вебизидой. И дальше у нас что. Мы заходим с вами с ProxyCup. Теперь заходим в ProxyCup и добавляем Proxy. Proxy у меня тут есть вот уже добавленные. Ну, давайте я еще добавлю Proxy и зелененькие. Мы еще в этой программке прочекаем. Запросто прочекаем с вами. Заходим сюда. Где он? Proxy Multipulse. Так. Смотрите, сколько у нас нашел рабочих Proxy и зелененьких. Давайте я какую-нибудь выберу. Ну, вот это я выберу. Копию. Давайте вот Россию выберу. Где-то Россия есть у меня. Вот. 7, 9, 18, 20, 44. 52. Вот, 24, 44. Ну, это я не хочу. Давайте какую-нибудь. Так, 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 так. Так, так. Какую-нибудь Россию мы с вами. Где еще более-менее жизни пахнет. Sox пока нам не нашел. Будем пользоваться тем, что есть. Sox тоже находит, ребята. Так что вы... Ну, давайте. Вот у меня 8080 российские. Proxy. Копирую. Вот сюда вставляю. Так. Заходим в Proxy Cap. Правая кнопочка, ребят. Configuration. Давайте пока Disable. Нажмем Configuration. Disable отключим. Вот у меня три, видите, работает. Одна работает, да. Нажимаем Proxy. Proxy нажали, добавляем наше Proxy. В первую очередь нажимаем, называем, ренейм делаем, чтобы вам не путаться. Так, я нажимаю 4, 4V. Четвертый безито у меня здесь будет. Обозначаем, так, когда заходите в Proxy Multicap, вот здесь у вас будет HTTP. Желательно, конечно, с КОС-4 мы будем пользоваться тем, что есть. Еще раз говорю. Так, HTTP. Ага. Значит, здесь тоже ставим HTTP. Обозначаем так, HTTP. Так, правой кнопочкой. Порт отдельный, ребят. До двоеточия здесь ставим вверху, а после двоеточия вот эти цифры после двоеточия. Так, нажимаем ОК. 4V назвали? Да, 4V назвали. Теперь нам нужно, дальше смотрите, Proxy мы с вами поставили. Дальше у нас что? По плану. Заходим в руль и создаем новые правила. Создаем новые правила, вот нажимаем на вот эту палочку. Так, палочку. Выбираем Proxy, с которой будем работать. Копия и безиды. Ставим галочку Resolve, Name is the Remote, и Next. Ничего сложного нету. Так, Rollies. Rollies. Так. В моем данном случае четвертый. Добавляем. Ставим галочку по инструкции. Next. Programs. А это будем устанавливать программу, которая будет у нас работать. В данном случае вебизида. Можете также выставлять браузер. В конце я вам скажу, для чего браузер вставлять. Так, где у нас четвертая вебизида? Вот у нас четвертая вебизида. Нажимаем Добавить вебизида. Раз. Еще к ней обязательно добавляем Secure Reserve Browser Client. Вот так. Посмотрите. Ставим галочку Next. Выбираем специфики. Заткнуем в папку вебизида. Добавляем вебизида браузер и Secure Reserve Browser Client. Programs. Нажимаем Next. Все, мы добавили новое правило. Next. Все, нажали Next. Next, 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 Next. Так, здесь я нажимаю 4. Цифрышка добавляю 6. Так. Нет. Давайте. Все. Теперь... А, ребят, давайте заходим в прокси сюда. Еще раз. Как проверить прокси? Простите. Заходим в прокси 4. Да, вот... Кстати, вот что-то он переноменал. У нас же это был Socks 4. Http, да? Http, да. Окей. Теперь нажимаем вот это вот сюда. Чтобы продолжать дальше, сначала перед этим нажмите вот сюда. Check прокси. Проверить прокси. Здесь ничего не меняем. Нажимаем Check. Вот. Он пишет вот Test Result. То есть все. Эти прокси рабочие. Если бы было не рабочим, он бы написал Error и так далее. Все. Рабочие прокси мы с вами нашли. Закрываем. Нажимаем ОК. Все. Теперь для того, чтобы запустить Вебизиду, нам нужно зайти в эту самую папочку, которую мы с вами создали. Заходим сюда. Так, где она? Четвертая, да? Вот она. Заходим сюда. Нажимаем Запустить песочницу. Не просто так, а здесь набираем ту цифру, которую вы... В данном случае у меня четвертая песочница, четвертый номер через песочницу. Нажимаем. И готовим с вами ИД от Эбизиды. ИД от Эбизиды вы берете, заходите вот сюда. Да. Смотрите. Так, сейчас ребята обрали сайтами. Сейчас я зайду. Заходите сюда, и здесь у вас будет вот этот ИД. Код, то есть код. Копируем код. Вот наша Вебизиточка открывается. Нажимаем опцию Аутентификации. Вставляем сюда наш код. Вверху пишем наш логин, когда вы регистрируете. В моем случае это батарея вопроса. Примените. Нажимаем Сирфинг. Старт. Проверяем. Процесс пошел. Ну, дорогие. Все, процесс пошел. Кредиты начинают зарабатывать. Итак, друзья. Мы с вами. Если что-то вдруг не получается, заходите опять вот сюда. По новой, по тексту проверяйте. Текст я вам скину. По тексту проверяйте. Но еще раз повторяю, друзья. Данный способ хоть и потребляет мало оперативной памяти, но он сильно нагружает процессы. Запускать на своем ПК не советую. Зайдите сегодня где-то за час-полтора, вы создадите себе новички, создадите себе дедик, туда закинете, сколько хотите туда прокси закидывать. Это выделенный сервер, бесплатный на целый год. И работайте через него. Закинете туда, протестите. 10 сначала поставили, 15, 20, сколько он тянет и так далее. Прокси нашли. Почекали прокси через эту программу и начинаете работать. Ну все, спасибо большое, ребят. Давайте, до встречи с вами на канале. Сегодня я выпущу несколько видео интересных, я думаю, для вас полезных. Еще раз я вам говорю, ребят, я вам выпускаю какую-то тему, но ее надо так же дорабатывать. Допустим, я вам даю там какие-то вот... Ребят, можно вот так зарабатывать тут-то, тут-то, тут-то. Вы уже сами под себя работаете. Вот у меня песочница работает. Может, какие-то программы туда настроить. Точно так же, ребята, вот те, кто вы работаете на буксах, да, там есть такие задания, дорогие задания, что надо выполнить только с одного ипадриса. Если вы умеете научиться хорошо общаться с проксиами, потому что дело в том, что можно в бан залететь, знаете, когда вы забудете, нажмете на это самое, зайдете, и ипадриса вас вы автоматически полетите в бан. Ну, то есть какое-то задание не зачислится. А если вы научитесь работать с этим, я знаю многих ребят, которые на буксах, они настолько умелые все это делают, они вот эти прокси доставят, эти песочницы там, разные виртуальные машины, и выполняют одно и то же задание с пяти, с десяти аккаунтов, которые эти задания по 200, по 300, по 500 рублей. Ну, вот представьте, какие суммы, да? Они научились этой прокси. С этим надо посидеть, но с этим надо посидеть. Вам дали начало, но вам придется учиться, придется вам, ребят. Но все это вам доступно. Это вы сможете, ребят. И возраст, это не предел. Это не помеха. Возраст не помеха. Главное желание. Главное позитивный настрой. Не получилось, ничего страшного. Передохнули, вздохнули глубоко и пошли дальше рыть канал. Хорошо? Ну все, давайте с вами до встречи. Вот вам такая большая улыбка. Большая-пребольшая. Такие виртуальные обнимашки. Все у вас будет хорошо. Спасибо вам большое. До встречи. Субтитры сделал DimaTorzok